Власти Бишкека при участии инициативы пешком обновили велополосу на улице Токтогула. Она появилась здесь еще в 2016 году, но быстро попросту превратилась в парковку для машин. И вот сейчас мэрия пытается вернуть эту часть дороги велосипедистам, сделав ее более заметной для автомобилистов и убрав с нее преграды вроде мусорных баков. В первые дни вообще там даже было трудно попросить водителя убрать машину. Но сейчас в настоящее время уже, если замечаете, потихоньку-потихоньку люди привыкают, что уже не заезжают на и выделенную полосу для общественного транспорта, и уже не заезжают на велополосу. Ну, конечно, есть нарушители, но будем с этим бороться. Велополосу не стали отгораживать от автомобильной дороги. Вдоль нее лишь поставили знаки, запрещающие парковку. Это помогло, но не слишком. Водители продолжают там парковаться, а эвакуировать все такие машины просто невозможно. В настоящее время, когда эвакуаторы есть, они не могут поднять большие машины, джипы не могут поднять, не могут степ-вагены поднять, так как не хватает у них мощности для подъема таких машин. Но на следующий год мы планируем закупить несколько штук эвакуаторов, которые даже будут проводить эвакуаторы бусиков. Кроме этого, вдоль велополосы теперь запрещено парковаться елочкой. Разрешена только параллельная парковка. Помогло ли это? Чтобы бороться с такими нарушителями, мэрия до конца года обещает поставить здесь камеры. За парковку авто на велополосе водителям грозит штраф в тысячи сомов. В департаменте транспорта говорят, что со временем велополос в Бишкеке будет только больше, поскольку количество велосипедистов растет, и им нужно обеспечить хорошую инфраструктуру. Продолжение следует...